друзья всем привет сегодня хочу рассказать о самой главной ошибке которую делают новички при закладке корня ежевики то есть сколько лет этим занимаюсь после того как я появилась на ютубе постоянно каждый ну каждый обязательно весенний сезон мне пишут не не один и даже не два человека марин помоги чё делать ошибка в чем люди начинают использовать корневин при закладке корня ребят для чего это делать им подумать и логично вы же хотите получить выход почки из корня вы же не хотите получить что ваши эти корешки заросли корнями что в общем то и получается что люди получают в итоге то есть такие пушистые пушистые шикарные корни и ни одной почки ли там одна какая-то все зависит от того сколько вы добавили корневина чем больше вы добавляете тем меньше вероятность того что у вас выйдут почки корню как и семена мне нужно никакой стимуляции дополнительное чтобы взойти им нужно только температура если вы хотите получить дружные всходы даже можно и не греет но просто процесс будет растянут и не будет такой дружного одновременного выхода я никогда не пойму для чего люди все время там что-то замачивают каких-нибудь корней стимулятор но самое главное это корневин это народ топ просто топ вообще просто очередные люди опять мне в этом году ко мне обращались и я вот решила снять этот ролик и сказать вам ребят это ауксины вы просто перераспределяете направить так сказать направление в растении она просто вы перезим перенаправляете на укоренение а не на выход почки поэтому друзья мои забудьте каких-либо укоренителях на стадии закладки корня вы можете просто ну в худшем случае вообще не получить сходов в лучшем случае растения взойдут но вегетирующая часть будет очень плохо развиваться то есть в первый год вы высадите дам вам надо выгонять побег чтобы следующем году снять с него урожай ничего не получается он по сути не растет что как как бороться если вдруг вы уже так говорится ложанулись и допустили такую ошибку ну что я бы наверно промыла но вообще честно я бы перезаложила все зависит от того насколько много вы насыпали корневина или насколько вы в большой концентрации каких-то корне стимуляторах вы замочили вот эти вот самые корни для закладки я вы просто перезаложила если есть новый корень чтобы предотвратить какие-то проблемы если такой возможности нет можно промыть хорошо замочить на часик я думаю ничего страшного не будет с корнем и заложить просто под высокую температуру под 25 градусов и посмотреть что дальше будет но я же говорю я бы рекомендовала вам просто перезаложить корень снова ну все друзья я надеюсь вы меня услышали приняли на заметку и не будете совершать ошибки пока пока и и